здравствуйте друзья с вами татьяна прокопенко и в этом уроке я вам расскажу о том где в интернете вы можете хранить ваши файлы и обмениваться ими с вашими друзьями и подписчиками этот сервис называется файлообменник вы уже приобрели наши авторские электронные книги для подарков вашим подписчикам и сейчас я вам расскажу как закачать эти книги на файлообменник и как получить ссылку на закачанные файлы мы будем работать с файлообменником яндекс диск который находится на сервисе яндекс для того чтобы работать с файлообменником яндекс диск вы должны иметь аккаунт на яндексе то есть иметь свой почтовый ящик если у вас еще нет почтового ящика на яндекс ру вы можете его легко открыть регистрация здесь очень несложная а если у вас уже есть там почтовый ящик то больше никаких дополнительных действий делать не нужно и так для того чтобы зайти на файлообменник яндекс диск мы заходим на яндекс ру убедитесь что вы находитесь именно в своем аккаунте яндекса то есть здесь есть ваша фотография и у вас есть доступ к почте яндекс и в меню яндекса у вас будет вот такая вот вкладочка мой диск вы можете зайти на эту вкладку нажимаем левой клавишей мыши и у нас открывается сервис яндекс диск на яндекс диске вы можете хранить файлы в разных форматах вы можете здесь хранить электронные книги картинки формате jpeg архивы текстовые файлы памяти для хранения файлов тут достаточно здесь дается 10 гигабайт свободной памяти и плюс к этому можно еще добавить память если вы нажмете на вот эту кнопочку если вам не будет хватать вы видите что кроме закачанных мной файлов на моем яндекс диске есть папки которые здесь существуют изначально по умолчанию это папки документы загрузки и музыка вы можете делать дополнительные папки нажав на вот эту вот кнопочку создать новую папку и раскладывать ваши файлы по папкам объединенным какой-то общей тематикой это будет удобно и у вас тогда будет порядок на вашем яндекс диске и так мы переходим к загрузке файлов загрузить файлы на яндекс диск можно двумя способами можно загрузить их с помощью нажатия на вот эту вот ссылочку загрузить файлы или можно нажать на кнопку вверху загрузить файлы или можно перетащить файлы непосредственно из папки где они у вас находятся я сейчас покажу как это сделать двумя способами первый способ это загрузка файлов нажимаем загрузить файлы левой клавишей мыши и выбираем нужный вам файл из папки где он сохранен я показываю загрузку файлов на примере электронных книг то есть я выбираю из папки где у меня хранятся книги ну вот например книгу ek2 выделяю ее левой клавишей мыши и нажимаю на кнопку открыть вы видите что идет загрузка когда вот эта желтенькая полосочка дойдет до конца загрузка завершена вот она завершилась и сразу рядом с загруженным файлом у нас появляется ссылка на его скачивание это та самая ссылка которую вы можете давать вашим подписчикам вашим друзьям вставлять ее в письма рассылок то есть давать ее всем тем людям которыми вы хотите поделиться вашим подарком или любым вашим файлам которые вы закачаете на яндекс диск обратите внимание что здесь есть кнопка включить или выключить эта кнопка делает доступным или отменяет доступность этого файла когда кнопка включена у нас есть ссылка на скачивание если мы нажмем на эту кнопку и у нас она будет теперь положение выключена то ссылка исчезнет для того чтобы снова ссылка появилась и файл стал доступным для других пользователей вы снова нажимаете на кнопку и ставите ее в положение включено как скопировать ссылку вы можете нажать на нее левой клавишей мыши вы видите что ссылка выделилась и внизу появилась окошко с предложением копировать ссылку опять нажимаем на это окошко левой клавишей мыши копировать ссылку вы видите что ссылка скопирована и теперь эту ссылку вы можете раздавать вашим подписчикам и друзьям теперь я вам покажу второй способ загрузки закроем это окно сейчас я покажу как загрузить файлы способом перетаскивания открываю папку в которой у меня хранится книга возьмем другую книжку например вот ек 1 захватываем эту книжку этот файл левой клавишей мыши и не отпуская тащим на окошко загрузки вы видите появилось серое поле ограниченное функтирной линией и когда файл попадает на это поле мы можем его отпустить отпускаем левую клавишу мыши закрываем папку и у нас началась загрузка второго файла все тоже самое файл загрузился теперь вы можете поделиться ссылкой с вашими друзьями и подписчиками закрываем это окошко и теперь я вам покажу как выбрать нужный файл из уже загруженных на файлообменник для того чтобы получить на него ссылку и также поделиться со своими подписчиками выбираем любой файл наводим на него мышку отмечаем левой клавишей мыши и сразу с правой стороны у нас появляется этот файл в полном его описании и под описанием этого файла вы видите что у нас опять есть кнопочка включения и появляется ссылка на скачивание этого файла дальше мы делаем все то же самое нажимаем левой клавишей мыши на ссылку она выделяется и мы нажимаем копировать ссылку и дальше эту скопированную ссылку мы уже можем отправлять своим друзьям делиться в скайпе и также здесь можно поделиться этой ссылкой в социальных сетях с помощью кнопочек социальных сетей которые вот здесь внизу есть и последнее о чем я хочу рассказать как удалить файл с яндекс диска которым вы уже не пользуетесь или который вам там просто не нужен выбираем файл который мы хотим удалить нажимаем на него левой клавишей мыши вот он у нас выделился с правой стороны под описанием файла у нас есть значок корзины нажимаем на этот значок левой клавишей мыши и этот файл у нас удаляется удалять файлы можно еще одним способом спускаемся ниже под всеми скачанными файлами вы видите корзину тот файл который вам больше не нужен мы просто можем захватить левой клавишей мыши и не отпуская ее перетаскиваем в корзину таким образом тоже можно удалять ненужные файлы это все о чем я хотела рассказать вам в этом уроке с вами была Татьяна Прокопенко до следующих встреч